Всем привет, вы на канале Old Forest. В последнее время на площадке YouTube начали появляться качественные веб-сериалы. И, кстати говоря, не только в зарубежном сегменте. Какие-то в своем производстве замирают на первой серии, оставляя своего зрителя в томительном ожидании продолжения. Какие-то уходят, не успев толком начаться. Какие-то мы сотни раз пересматривали в школьные годы и до сих пор вспоминаем любимых героев. Но сегодня мы поговорим об отечественном продукте, который не так давно успешно завершил первый сезон, не имея в подспорье серьезного финансирования. Речь сегодня пойдет о прекрасном мультсериале Metal Family. Первый сезон анимационного ситкома придумала и воплотила в жизнь выпускница студии «Красная Медуза» Алина Ковалева в паре с Дмитрием Кузьмичем. Проект, по сути, в духе семейки Адамс. Есть семья, в которой все любят друг друга и счастливы, и все члены семьи ярко контрастируют на фоне окружающего их общества, и поэтому внешний мир довольно странно реагирует на них. Герои фанатеют от тяжелого рока, а в центре сюжета семейная пара и двое сыновей. Для Алины сериал — это не работа, а очень трудоемкое хобби, учитывая, что даже при огромном количестве просмотров на канале проект не приносит доход, а все потому, что под каждой серией можно увидеть эту надпись, которая является черной меткой для любого ютубера. Она означает, что в видео была использована музыка, права на которую принадлежат исполнителям, и, соответственно, с таких видео, сколько бы денег не принесли просмотры, они все уходят в карман владельцев лейблов. Этот сериал — яркий пример того, как создатели работают не ради денег, а за идею. Но справедливости ради нужно отметить, что благодарные зрители все-таки поддерживают любимый проект донатами, что делает канал похожим на популярного бэткомедиана, который также не монетизирует свое видео, не интегрирует рекламу, а поддержку осуществляют фанаты. В случае Metal Family ролики не монетизируются из-за использования популярных композиций таких групп, как Metallica, Black Sabbath, Bon Jovi и Led Zeppelin. Авторы пошли на этот шаг осознанно, чтобы ничто не ущемляло творческую свободу. Также важным решением был отказ от продюсеров, которые не будут вмешиваться в работу коллектива. В интервью Алина рассказывает, что еще в школьные годы увлекалась рисованием и интересовалась анимацией, но художественную школу не заканчивала. Правда, и этих навыков хватило, чтобы поступить в театрально-художественный колледж на мультипликатора, а после окончания устроилась на работу в студию «Красная Медуза», где она и придумала концепт данного сериала. В проекте присутствует хороший юмор, не завязанный на пошлости, но также это пересекается с серьезными мыслями о жизни, семейных ценностях и воспитании детей. В сентябре 2018 года проект стартовал, и за два с половиной года смог собрать существенную фан-базу, а количество подписчиков перевалило за миллион. Также мультфильм активно переводят на другие языки и показывают в других странах. Вы легко можете найти «Метал Фэмили» на испанском, французском и польском языках. Сюжет мультсериала рассказывает про необычную семью поклонников тяжелого рока. История проводит через повседневную жизнь главных героев. В основном первый сезон сосредоточен на прекрасном раскрытии персонажа, главной семьи Себастина или Глэма. Если первые восемь серий сосредоточены в основном на юмористической составляющей и оставляют легкое и оптимистичное послевкусие, то последние две серии сосредоточены на детстве Глэма, рассказывают о внутренних семейных проблемах и что привело и сделало его таким, кем он является сейчас. Как сильно повлиял на него тиран-отец, общая атмосфера в семье и появление друга, который впоследствии изменит всю жизнь Себастина. В принципе, корень всех проблем подростка прослеживается изначально в его жестком отце, который держит в страхе всю семью и в некоторых моментах видно, что члены семьи все-таки хорошо относятся друг к другу, но под гнетом главы семьи вынуждены скрывать свои чувства. Этот момент отлично показан в кульминации 10 серии, где мы видим, что Лидия, сестра Глэма, с сожалением принимает уход своего брата, хотя до этого довольно холодно к нему относилась, что является следствием того, что она боится своего отца, который не прочь приложить руку не только к сыну, но и к дочери. Переломным моментом для Себастина становится встреча с парнем из бедной семьи Чезом, который обладает отличным талантом в музыке и превосходит даже Глэма, который занимался этим всю жизнь у лучших учителей. Новый и, видимо, первый друг в жизни Себастина кардинально меняет его судьбу, через драматичный уход из семьи, во главе которого стоит безумный садист. Многим может показаться неправильным такой быстрый разворот курса повествования, но именно в последней серии понимают интересные философские вопросы и отлично раскрывают одного из персонажей, а накал драмы в конце никого не оставит равнодушным. И теперь зрители с нетерпением ждут продолжения в виде второго сезона, в котором, по слухам, нам раскроют Викторию, жену Глэма, у которой, судя по всему, было не менее интересное детство. Пока что о ее прошлом мы можем судить только по официальным артам. На одном из них мы видим детство Виктории, которое она проводит с мальчиком, а он, судя по всему, по схожей внешности выглядит как ее брат. Он оказал сильное влияние на сложный характер девушки. Однако на последующих артах Вика изображается в одиночестве, а на одном она, кажется, сбежала из дома. Почему она могла это сделать и что стало с ее братом, нам еще предстоит узнать. О их родителях вообще ничего не известно. Однако есть интересная фанатская теория о том, что отца Вики показали в последней серии первого сезона, когда Чес и Глэм играли на улице, и к ним подъезжает загадочный байкер и дает деньги. Относительно фоновых персонажей этот прорисован очень детально, и вряд ли появился в сериале просто так. Кстати, официально подтверждено, что во втором сезоне нас ждет аж 15 серий. В целом мы уверены, что сериал понравится не только любителям тяжелой музыки. Как может показаться на первый взгляд, проект ориентирован на узкую аудиторию. Но это не так. Проблемы, юмор и философия будут близки и знакомы многим людям. Просто они подаются через призму видения необычной семьи. Здесь есть хороший юмор, отлично прописанные персонажи и по-настоящему живые диалоги. С технической стороны тоже все сделано верно. Анимации и мимика персонажей отлично проработаны, а озвучка только добавляет колориту персонажей еще большую яркость. Так что если вы не знаете, что посмотреть, то советуем обратить на этот многообещающий проект свое внимание, и мы уверены, что вы не пожалеете. А на этом пока все. Если захотите узнать побольше о сериале, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok